This conference will now be recorded. изменения в требованиях или нет изменений в требованиях и не нашел единственно что из требований раньше было указано что возможно фотографии делать размером от 600 на 600 пикселей до 1200 на 1200 сейчас я могу в этой инструкции здесь указано что только 600 на 600 но в самой инструкции к и визам сша до сих пор осталось это значение от 600 до 1200 1200 хотя я помню раньше в таких инструкциях именно лотереи green card допускали размеры 1200 до 1200 то есть история такая значит в инструкциях к лотереи написано что требования к фото такие же как на бизнес на визу сша но когда вы начинаете читать то что там написано про визу сша и то что написано здесь то они как бы отличают здесь написано конкретно что 600 на 600 да и я думаю что если они написали конкретно 600 на 600 то наверное правильно делать 600 на 600 а не говорить себе что есть еще и другой документ а там написано что это может быть от 600 до 1200 или там сколько да да я тоже придерживаться мнения ну хорошо давайте по украински это я думаю это сложно это не надо не все поймут просто я не нашел русского перевода хоть и этот перевод находится на сайте но он все равно считается официальным но хотя не надо его переводить зачем мы сейчас по-английски все переведем я тут есть значит это это правило лотереи да вы сейчас смотрите да я хотел сделать одно уточнение я хотел бы сначала тем людям которые смотрят объяснить для кого это видео потому что под видео прошлогодним было очень много комментариев мол растянули видео на час а что тут снимать о чем тут говорить это видео не для тех людей которые все знают все понимают и все у них получается с первого раза это видео для тех у кого есть вопросы у кого какая то может быть нестандартная ситуация у того кто сходил в пять отелье и получил пять разных фотографий хотя казалось бы должны быть выполнены по одному шаблону это видео для этих для людей у которых есть вопросы а не для тех кому все ясно поэтому если вам все ясно то можете не смотреть целый час видео как бы зачем смотреть если все и так понятно но вообще насколько я понимаю именно фотография это единственное более-менее сложное место в заполнении заявки потому что ответить там на вопрос как твоя фамилия и в каком городе ты родился проще проще ну ну скажем так существенно проще кроме того здесь время 3 если заявку заполнить можно за 15 минут но допустим фотографию к этому надо иметь уже готовую и вот сегодня у нас начался началось воскресенье там 30 число сентября а а через три дня через четыре дня начнется прием заявок и если вы хотите подать буквально в первый же день то у вас тогда есть там три-четыре дня чтобы сделать фотографии хотя спешки нет и мы говорим ребята первую неделю вообще никуда не не надо бежать но тем не менее это занимает время если вы хотите заранее подготовиться значит займитесь фотографии пуша пока фотографии нормально нет вы не можете вообще даже приступать ни к чему правильно да да тем более многие люди думают что они пойдут в ателье кажут мне нужна фотография на лотерею green card и фотография на следующий день там придет или в электронном виде или как уже готова но практика показывает что приходится бегать по разному на клее потом с каждым еще спорить скандалить почему вы сделали так почему вы обрабатывали зачем вы брали тень и в итоге этот процесс затягивает давайте сразу вот до того как мы по логике процесса к этому и точке придем есть вещи которые ну как бы всех беспокоит первое это насколько можно редактировать фон потому что в ателье они как бы рутинно даже не задавая вопросов и еще не понимая почему кто-то возражать будет они берут этот фон делают беленьким это нормально или это ненормально это ненормально но я могу объяснить почему так происходит если вы помните был в принцессе косвили такой же кино журнал фитиль и там была одна такая сценка с леоновым главной роли и его наняли как работника который белит стены и потолок женщина ему изначально сказала вы меня столько побелите белоснежным он говорит хорошо она приходит а он все равно добавил синьки и все синяя она говорит я же вас просила ну давайте перекрашивайте а вам надо белое хорошо я сделаю белое она приходит на следующий день все равно еще синька есть она его третий раз пятый просит а потом когда уже готова дать вам любые деньги вы только купите мне хорошую краску и покрасьте белоснежным он покупает идет краску и говорит но мне все равно типа нужна синька что-то не сделать человек за многие года привык так делать и он то делает уже на автомате и даже говорит я сам видел таких операторов я проработал фотолаборатории больше десяти лет и просишь говоришь не редактировать они все равно берут а что тут то я тут тень все-таки вот я помню что в прошлом году они открытым текстом было написано что разрешается редактировать этот красный глаз только красные глаза красные глаза да а получается так что поскольку специально сказали что это разрешается получается что все остальное не разрешается в то же время есть много людей которые говорят вы знаете а мне вот там в ателье сделали белый фон и я прошел интервью и все у меня было хорошо меня не тронули то есть мы к мы попадаем в такую вилку то есть или ты все по правилам сделал или ты может быть сделала не по правилам у тебя не тронули но может быть кого-то тронут или вообще есть какая-то может быть статистика на форумах пишет что вот человека дисквалифицировали за то что он там фон фотографии поменял там подредактировал я читал такие я читал такие истории на форуме когда про мере одну точно когда человек заубранный фон некорректно его дисквалифицировали он пытался что-то там оспорить но даже консул принес какую-то там талмуд открыл какой-то пункт тыкнул его пальцем сказал что это все нарушение поэтому как бы до свидания я могу сейчас показать на примере как получается что некоторые фотографии с убранным фоном проходят а некоторые нет подойти до вы сейчас придем к этому но вот я смотрю у вас тут пункт седьмой инструкции по заполнению но если хотите я перри я буду читать значит вот первая строчка читаю значит фотография заявителя это недавно сделанная фотография в течение шести месяцев в течение шести месяцев ваша вашей вашего супруга супруги и всех ваших детей которых вы вносите в заявку то есть вы не можете человека внести а заявку о фотографии не сделать некоторые спрашивают мне ребенок маль маленький ребенок ребенок с нами не живет и так далее это это никого не колышет должна быть фотография значит смотрите там есть раздел видимо как подавать цифровую фотографию для композиционного и технического такого разъяснения для спецификации вам не нужно включать фотографию ребенка жены и ребенка которые являются уже гражданами или обладателями грин карты сша ну вот допустим родился ребенок сша там гражданин но если вы сделаете то вас не накажут то есть можете включить ну то есть не нужно но но если включите за это не будет дисквалификации фотографии которые участвуют в лотереи должны соответствовать тем же самым стандартам как и американские фотовые визовые фото ваша заявка будет дисквалифицирована и визе вам будет отказано если видео внесенная фотография ваша или члена семьи не соответствует полностью той спецификации который мы даем там ниже еще будет видимо и или была изменена в каком бы то ни было виде это манипула это в каком в каком бы то ни было виде и ее подработали подавать ту же фотографию которая была в прошлом году значит приведет дисквалификации то есть мало того что она должна быть шесть месяцев но вообще как бы не положить они должны видеть изменения чеков и опять они ссылаются на раздел которые там называется значит отправка цифровой фотографии и где-то там она внизу должна быть или или не внизу такая инструкция ну идем дальше я думаю что у нас конечно в большей степени интересует чем люди на практике сталкиваются правильно и во что они упираются количество детей мы не смотрим вот она вот она вот тот раздел на который они ссылались значит как подавать цифровую фотографию вы можете взять цифровую фотографию или отсканировать недавнюю сделанную в течение шести месяцев фотографию цифровым сканером в той в той мере в какой это соответствует стандартам которые ниже мы описываем не подавайте фотографию старше шести месяцев или фотографию который не соответствует тем стандартам что мы описываем и опять тоже подача той же фотографии что и год назад или фотографии которая была видоизменена или фотографии которые не соответствуют спецификации ведет дисквалификации вот дальше дальше идет вот это вот значит спецификация по композиции давайте посмотрим значит она должна быть цветная она должна быть в фокусе то есть резкость должна быть хорошая 3 3 будет идет про размер значит должно быть так спозиционировано так скажем что голова находится между одним дюймом и 13 восьмых ух ты господи дюйма то есть 22 миллиметра и 35 миллиметров или 10 процентов 69 процентов картинки общей высоты картинки снизу от щеки до верхушки головы от подбородка я здесь от подбородка до верхушки головы вот посмотри темп шаблон какой-то есть посмотри шаблон для фотокомпозиции на сайте travel стоит у вас есть шаблон у меня есть но вот эти размеры их запоминать человеку не обязательно даже знать их потому что на сайте на сайте до департамента у них есть инструмент помощью которого элементарно любую может обрезать скадрировать фотографию правильно и мы потом к нему придем поэтому сейчас случае существенно что голова человека голова от подбородка до макушки должна занимать существенную часть экрана то есть по вертикали это должно быть от половины то есть до там 69 процентов правда же это мне вот сегодня там женщина прислала фотографию ребенка там а ребенок от пояса понимаете так не получится если ребенок от пояса то у него голова там будет может быть там 15 процентов лучшем случае а здесь я чаще я чаще встречал что мне управлять на проверку фотографии которые значительно больше чем 70 процентов далеко за 80 практически одна голова была один принцип у нас есть мы понимаем значит голова должна быть должна быть достаточно крупная там может быть плечи попадут правда там немножко да его по поводу плечей очень важно если человек фотографируется в ателье чтобы ему фотограф фотографировали горизонтально не вертикально потому что фотограф фотографирует вертикально вертикально может как бы сильно преувеличить увеличить фотографию когда человек в этот фототул загонять то фотография получается будут обрезаны плечи если фото будет сделано вертикально поэтому он сделала горизонтально чтобы был запас куда справа слева двигаться под последующие обрезание инструментом который есть там на сайте госдеп хорошо и так опять говорят не меня должно быть не не больше шести месяцев чтобы ты был такой сказать сегодняшний как ты сейчас выглядишь значит на фоне на фоне простой белый или почти белый около белой ночью я за стенки простыни там или чего-то то есть на фоне на белом или почти белом фоне надо снимать фоне по поводу этого пункта под видео того года возникло очень много комментариев что каждый эту фразу трактует по-разному и многие считают что белый или почти белый здесь правда толковать однотонно однотонный и практически однотонный как бы вот так все таки белый однотонный может быть и голубой и желтый конечно да вот например если взять вот эту фотографию то тут фон абсолютно белый а если взять вот эту он как бы кажется белым но он больше однотонный и больше к серому дело в то что вот в английском вас лучше в американском английском есть такое понятие как of white of white вот стеночки когда красят если скажем совсем белый будет как больниц а вот какие-то оттенки белого вот ну они ребята не видят там что у меня за спиной такой с легкой желтизной вот я сижу в комнате меток с легкой желтизной это of white поэтому это как бы обычное дело это вот всюду так вот на любая стенка практически любая американская стенка если она не цветная она будет of white но 99 процентов стенок of white да да еще я дополню что если люди фотографируются дома у себя например на мобильном телефоне даже на абсолютно белом фоне то потом при коррекции цветокоррекции фотографии они будут ориентироваться на цвет корректировать цвет лица и тем самым они могут подтянуть и оттенок этого заднего фона а изменится там ставим более синим или более желтым сам фон поэтому старайтесь чтобы не прибегать вообще к цветокоррекции и чтобы делать фотографии настолько много чтобы пока у вас не получится готовый результат уже никто не требует это коррекции правильным выставлением баланса белого люди снимают успешно на селфон и правда так как бы это достаточно приводным дано теперь значит тут я еще видел дискуссию тип того что вот как понимать вот этот вот вот эту фразу на на белом или почти белом фоне и некоторые говорят что это именно вот обрезать надо здесь написано не так здесь написано снять фотографию съемка фотографии съемка про и должна происходить на фоне съемка не обработанные последствии не обработаны в последствии картинку вот это вот слова taken это когда его снимают следующий идет вот там ниже на одну до ваш зелененький там ходит по интер такой да значит вы должны смотреть лицом на камеру не в лево не вбок не вверх не вниз значит там полное началицо целиком целиком все лицо и вы смотрите прямо в камеру нейтральное выражение лица вы не должны улыбаться вы не должны грустить вы не должны там с кирпичным там или суконным этим вот что там положено с обычным нейтральным просто нейтральное лицо и оба глаза об открытый оба глаза открытый это относится в частности к детям потому что говорят что там снимают двухнедельного ребенка это и к нему тоже относится даже маленькая бабичка значит ее и над открытыми глазками хотя это трудно и там люди я видел на девушку на ю тубе она показывала как она фотографировала своего ребенка новорожденного она распечатала на формате а третьем картинку в которой вот из линии состоит квадрат в нем чуть меньше квадрат в нем еще меньше квадрат и вот такая градация цветов она очень привлекает внимание новорожденного именно ребенка еще различать лица и вот таким образом она как бы мало фокусировать его отлично отлично вот ребёнок на простынке обычно снимают ребенка нормально в горизонтальном положении значит сниматься надо в одежде которую вы обычно носите на ежедневной основе то есть не нужно специально наряжаться вот то что обычно носишь вот то и снимает дальше в люди они хотят на это фотографии выглядеть хорошо они должны выглядеть естественно потому что эту фотографию увидит просто один раз консул она больше нигде не будет фигурировать и и не будет ни в вашей анкете да не на грин карте там вы будете делать другую фотографию для поэтому здесь максимально естественно сниматься не улыбаться консул здесь не нужны никому ваши улыбки не и пытаться потом да там фотошопе так и заманка куда прыщик или морщину да но об этом прыщики не замазываем потому что эта модификация это уже нельзя значит теперь по-русски говорят униформа да есть такое слово униформа униформа может быть какая-нибудь пожарная может быть милицейская она может быть военнослужащие это может быть я даже не знаю кто еще на банковские служащие если у них какая-то униформа там и так далее вот швейцар значит значит в униформе сниматься не надо за исключением тех случаев когда люди носят религиозную одежду на ежедневной основе вот допустим если человек носит кипу или ермолку да он все время в ней ходит пожалуйста можешь сниматься в ермолске если ты ермолку если ты одеваешь раз в неделю когда идешь синагогу то не надо одевать еще еще такой нюанс многие думают ну для кого вообще этот пункт какой нормальный человек фотографироваться в униформе но у нас была точка которая принимала фотографии она была расположена возле медицинского университета и там каждая вторая фотография люди они просто ходят в халатах там пять-шесть лет с утра до вечера они и халат не снимают даже когда идут фотографироваться они даже об этом не задумываются это не знаю как сейчас но когда я после института связи работал в конструкторском бюро мы тоже все ходили в белом халат белых халатах когда они были грязноваты не так как у медиков так часто нам не стирали но тем не менее да значит следующая позиция написано так не нужно носить шляпу или покрывать голову ну там допустим в платочке там или что-то так что которые закрывают волосы или линию волос значит за исключением случаев если ты всегда так носишь из религиозных соображений допустим если она если она ходит в платке да допустим девушка мусульманка ходит в платке значит если она всегда всегда в нем ходит вот в нем и снимайся если ты всегда в нем не ходишь то значит тогда тогда не надо его одевать нужно прийти туда и на собеседование иначе тогда у да у консула возник вопрос если вы так вы ходите просто обычном данном собеседование почему фотографировались в своей другой одежды даром гибрилье ну это будет это будет как бы нарушением идеи что ты всегда в этом хоть на потому что если ты всегда в этом не ходишь чего что в этом снимался теперь значит полное лицо да все все лицо целиком так скажем лицо целиком должно быть видно и то что там покрытие головы не должно бросать тени на лицо но если скажем с платком проблемы тени нет да да с головными уборами я честно я я так начинаю думать я я честно говоря не знаю вот кроме мир верующих иудеев у кого такая может быть шляпа с полями но но вот у верующих идеев шляпа с полями и поэтому если вот он такой человек снимается то пожалуйста пейсы там все что угодно но тень от шляпы не должна быть на лице да да но здесь еще тень от прически чаще всего встречаться от прически не только от одежды надо челки или всякая пышная прическа еще такой нюанс что для девушек касающийся в основном это очень пышные волосы или очень пышная прическа старайтесь когда вы идете делать фотографию на грин карту затягивать волосы сзади чтобы потому что когда ваша фотография будет кадрироваться до головы необходимых размеров при очень пышных прическах получится что фона вообще не будет видно будет сплошная одна прическа кругом во первых должны быть видны уши поэтому очень желательно затягивать волосы как-нибудь сзади или заколкой или чем чтобы были видны уши и челку если она очень пышная и так можно тоже зачёсывать чтобы была видна линия роста волос если что вот в этом конкретном пункте о котором на котором мы сейчас остановились они о другом говорят они говорят что если у тебя голова покрыта чем-то шляпы да про одежду то тогда вот чтобы там не был идти тени может быть еще где-то они говорят мы тогда отдельно скажем но вот конкретно тут речь шла именно головном уборе следующий такой будет это значит телефон в ушах какие-то такие устройства там в руках ну вот что такое торчит на голове или такого рода значит вещи неприемлемы то есть грубо говоря если вы будете там с блютусом то вас просто дисквалифицирует не одевать очки вы знаете что в прошлом году тоже было что нельзя очки в прошлом году по моему как раз и было изменение что с того года никогда носить очки раньше было прибыли чтобы не было бликов от вспышки на очках что у нас вот вопрос сережек часто так он возникает и я помню что в прошлом году мы его касались я рекомендую снимать абсолютно все прическу все все серьги недолго снять сняла делал ну что там что знаете есть люди носят сейчас популярно такие туннели в ушах они кольца огромного размера и когда они снимают ухо приобретают мягко говоря неприятный вид но не знаю как такими вещами поступать но я бы тоже снял я бы отнес кольца в ушах к чему то что ты всегда носишь не то что отдел снял вот допустим если серьги человек на ночь снимает то вряд ли он из ушей эта штука вынимает они так не окажет я не знаю точно улит это если ты обычно обычно носишь приборы для слуха или что типа этого они могут быть приз они могут присутствует на твоем фото но вот я думаю ключевое слово это третье это нормали если обычно обычно ты это делаешь что и на фото это делает если человека слуховой аппарат то на фото он может быть присутствует и более чем они имеют цвет кожи их очень даже трудно увидеть на такого размера фотографии ну во всяком случае команда была такая что ничего страшного можно можно носить теперь мы перешли к технической спецификации то есть там позиционирование здесь техническое значит они четко говорят что файл должен быть форм формата jpeg то есть они не говорят jpeg или там еще каких-то 5 вот есть только один единственный формат больше никаких не положено так он должен быть не более 240 килобайт размер что ним немного я бы сказал для качественной фотографии 240 килобайт вообще не в них не размер ну да наверно то что должно хватать здесь один нюанс важен можно программа вообще все эти требования они опять же сейчас люди они понадобятся дамы покажем как работать через фототул но если люди пытаются самостоятельно подготовить фотографию в своей программе фотошопе или абсолютно любой другой то они будут придерживаться этих характеристик и вот здесь уже казалось бы один метод сжатия даджипы но в 200 килобайт может влезть одинакового размера одна фотография будет отличного качества а вторая фотография будет очень сильно сжата она прям состоит из одних квадратных пикселей поэтому тут очень важно тоже смотря чем вы ужимаете программы потому что я видел что вроде дано весит 240 килобайт 600 на 100 пикселей просто ужасно там все или нельзя нельзя так что без сжатия вот просто раз и снял я не думаю что есть фотоаппараты в которых можно выставить такое разрешение по умолчанию такого процента фотография как 600 на 100 пикселей нету поэтому а может быть будет минимальное качество фото но в любом случае будет больше чем хорошо идем идем дальше значит дальше они говорят фотографии должна быть квадратная и и так они даже как бы объясняют они год высота должна равняться ширине и дальше они фактически то же самое говорят но добавляют что него не просто так равна а именно 600 на 600 пиксел слова пиксела не надо переводить да это понятно . ну можно так сказать . хорошо если вы хотите да нет вы хотите сосканировать существующие фото но тоже должно быть свеженькая значит в дополнение к этому к требованиям этой цифровой картинки ваше фото должно быть 2 на 2 дюйма вот они их перевели в миллиметры значит 51 на 51 и сканирована с разрешением 300 пиксел на 1 дюйм это не это неплохое качество это уже уже вполне ничего я только чего думаю знаете что получается если фотографию сканировали а перед этим например ей там подарит подредактировали поймать что поможет получиться я считаю что очень не стоит этим заниматься и вообще даже раз она будет очень глубокой глуши не найти место где сфотографироваться в каждом телефоне фотоаппарат это правда любая любая сканированная фотография она будет значительно хуже выглядеть чем фотография снято даже на мобильный телефон но хорошо поэтому я считаю что безусловно качество качество пострадает сильно хорошо какой какой у нас следующие какой следующий документ мы хотим открыть вы среди вот этих вопросов до которые там идут здесь походу человек спрашивает если ему не получат сделать америки до отсканировать ее и отправить ему по почте сейчас мы начнем читать я прочту вопрос у меня нет сканера могу я послать фотографию кому-то в сша чтобы ее сосканировать сохранить и обратно мне отправить я думаю не имеет никакого значения где находится сканер то есть это не это никак не контролируется они когда конечно год в той мере в какой фотография соответствует требованиям то хоть где и и сканируй но они говорят что когда ты будешь заявку свою подавать ты должен уже ее иметь ты не можешь отдельно потом добавить фотографии она должна быть должна отправляться вместе с заявкой хорошо идем дальше какие-то более подробные такие инструкции есть похода здесь больше нет мы смотрим я напоминаю нашим зрителям мы сейчас смотрели на инструкцию по прохождению лотереи а сейчас вы пошли на сайт госдепо и там есть раздел про фотографии для виз да правильно я понимаю они говорят с 1 ноября 16 года очки больше не разрешаем отлично тут вот посмотрите что интересно вот они говорят приемлемые фотографии и я хочу сказать что первое например и последние имеют существенную тень как бы очень хорошо видно тень слева причем у обеих слева может быть они не имели в виду именно тень а чем-то их больше интересовались платочком или там в требованиях насколько я помню сказано четко про жесткую тень которая очень сильно контрастирует вам да на фоне а вот рассеянная тень она вполне допускается потому что если вы фотографируете человека вспышкой да там встроенный фотоаппарат и вспышка телефон то будет очень жесткая контрастирующая тень на фоне а вот эти фотографии видно что они сняты или при естественном освещении да например на фоне окна кстати когда человек фотографирует на фоне окна необходимо желательно делать это когда на фоне пасмурная погода тогда не значительно более рассеянный не такой же я даже вот когда мы смотрим на женщину справа в платочке видно что фотографии не редактировалась то есть если бы она редактировалась да мы бы не увидели эту тень в плане нередактированности да и вот по поводу на редактирование тени я подготовил три фотографии сейчас можно покажу вам а вот например есть есть вот такая фотография девушки она сделана на белом фоне но мы здесь также видим немного рассеянную тень почему это происходит потому что здесь насколько я понял три источника света это справа слева и один сверху поэтому тень как бы она довольно рассеянно что вполне допустимо я бы я бы знаете что сказал мне эта фотография не нравится из других соображений пропорции пропорции совершенно не сам нет здесь ему а здесь именно оригинал фото здесь не не обработана подготовлена до анализ высокого разрешения чтобы можно было как бы показать по примеру здесь пока мы не смотрим на пропорции и размер фотографий но другие люди они все равно даже в фотоателье они там мгновенно могут убрать тень удачи покажу как я убрал вот эту тень и видите ни один не эксперт ни один там профессионал да он не скажет что здесь тень была убрана здесь сейчас фотография выглядит так как будто сзади человека есть источник света вот вам в нормальных фотоателье у них кроме по периметру источника света расположен прожектор еще и знали который светит на фон и тем самым он знает вот эту тень и виновата фотографии на этика на нее поближе на шею я хочу на уровне шеи нет шеи посмотреть а вы знаете что мне кажется что видно что линия шеи какая-то размытая на ней это было сейчас видно а когда фотография больше 100 на 600 пикселей вы практически ничего не увидите и вот настолько убрана тень она не она не вырви глазно я очень сомневаюсь что у консула или еще кого-то возникнет какой-то вопрос по поводу того как это играл потому что если бы вы не видели оригинал я думаю что вы бы не сказали что это тень она вообще убиралась у нее распушенные волосы не видно от четкого контура убрана тени и вот эти не убрал там 10 секунд поэтому и фотографы фотоателье они настолько у них уже отработана эта техника не раз два и свете не убрала линия волос линия волос на горах на голове мне очень нравится потому что собственно волосиночки видны и вот нет ощущения что как-то грубо там забилили и изменили контур волос там вот отдельные отдельные волоски его или так маленькими маленькими пучочками они видны правда да да поэтому вот глядя на эту фотографию человек может и подумать но он не сможет не доказать не объяснить даже самому себе что здесь не дралась потому что очень чистенько очень-очень что разного качества есть операторы поэтому некоторые выбирают фотографию фотографии тени вот так если не приближать то даже уже видно насколько как бы грубые края насколько я жили таких уж и обрезаны это видно что как ножницами вырезали кроме того здесь оставили кусочек ну да я специально но я много таких фотографий по поводу линии волос видите идет редкий перепад между грубо обрезали вот как ребенку пятилетнему дали ножницами вырезал и там в примерах будет пример такой тени я просто хочу показать вам как пример между вот такой тени убранные как бы более-менее качество него убраны халатно и таких примеров очень много и люди платят там по 30 долларов фотографию к потому что во многих отелье только слышат фотографии на фото green card это жалую и просто мне к тому к тому видео да вы оставили мою почту и люди мне прислали очень много фотографий там было посту по 100 фотографий в день люди прислали я их очень много насмотрелся поэтому с девочками поняли а вот там контур у вас еще была картинка с контуром так здесь правая самая снимок а это как пример из требований как бы многие люди которые фотошопе убивают фотографию а готовят фотографию они им лучше сделать так взять вот эту картинку и оставить только контуры вот эта женщина сделать фону и прозрачен а уже под эту картинку поставить свою фотографию и вот таким образом подгонять размер но опять же это для людей которые готовят фотошопе потому что если делать через фототум как бы там практически если люди будут делать фотографию фотошопе сами то я советую такую эту фотографию как бы общего такого но представления это я считаю очень полезно хотя у этой женщины довольно пышная прическа обратить внимание и сверху пышная из по бокам так и уже не особо судить как бы на допусками там возможно сделать голову чуть чуть больше но не вверх а чуть ниже и опять же бывает почему говорил нужно делать горизонтально потому что если сфотографируют ее вертикально фотографию то вот будут обрезаны вот здесь плечи очень часто явление и когда вы будете подгонять фототул у вас здесь будет просто белая пустота поэтому это делать и горизонтально чтобы потом вырезать из него квадратик зазора сверху практически не нужно сверху можете не оставлять много места уже многие фотографируют там голова где-то в центре и метр еще сверху да хорошо чего у нас еще там есть так это вот на сайте госдепа для весна для фотографий на визе они распирают конкретные примеры вот они показывают вот этого человека да там с азиатским лицом и они говорят а у них категория поняты меню то что вы видите слева это меню значит они говорят тени то меню которая белень белым цветом написано тени и освещение то что под ним это очки дальше идет размер и позиция дальше это разрешение размер принта и качество цифровые изменения и ретуширование позиция и выражение одежда шляпа волосы фон и дети вот значит раз два три 4 5 6 7 8 9 категорий ну давайте вот значит в первой категории у нас идет они год хорошая фотография фото чистенькая смысле его я и отчетливая она отчетливая она цветное показывает хорошо оттенки кожи его и не без теней особо хотя немножко есть там мы видим сейчас попробую увеличить а там ниже еще еще чуть-чуть но вот мужик вот этот вот в красном он чем плохой она не гать не задержано не задержано фото то есть не надо не передержать не не задержать должно быть в меру выдержано ну хорошо пусть будет так дальше что этот человек не хорошо они говорят неаккуратный цвет то есть он у него лицо посинела там все как-то вокруг посинела на фотоаппарате неправильно выставлен баланс белого она должна стоять ну хотя бы в автор режиме в режиме то между каждым фотографиями баланс белого другой отлично идем дальше началась девушка это ребенок сказать скорее чистить значит четко все цвет цветное видно видны оттенки цвет цвета кожи значит аккуратно аккуратно передано и значит до экспозиция хорошая без теней все чистенько без теней хорошо пошли тогда а у и там еще есть до а последнего ничего да этот не годится не потому что многие подумали а потому что у них и не на лице и сзади тень резкая такая у него на лице тени сзади тень чаще всего люди при фотографировании в домашних условиях и в ателье тоже они будут встречаться с тем что очень сильная тень будет идти под носом и порция чтобы это тени избежать нужно опять же использовать естественно освещение или очень много источников свет и поставить одну лампу например вот к левой стороны как у этого товарища будет влиято выросла тень ну это понятно пошли сюда на очки смотреть раз такое дело у нас тут пять вариантов девушка ну очки вообще нельзя нам сказали что нельзя никакие поэтому значит у нее про эту девушку написано очки не разрешаем идем дальше даже детский который вовсе каждый день да даже если каждый носишь нельзя то этот вообще в темных очках то есть у него эти тоже нельзя дальше идет девушка у нее очков нету значит ну хорошо идет дяденька у него очки а это фотография бы еще подошла потому что бликов нет на очках в ходе бликов нет но она не годится не годится идем дальше размеры и позиция да значит и че-то мы ну давайте а где картинка они не не загрузилась не заказка вот идет первый парень это все хорошо они говорят голова по центру и правильного размера этот слишком большая голова у него да вот это это очень часто ошибка стараться сделать голову можно больше они говорят что камера слишком близко до следующие девушки и потому что люди очень близко подходят человеку тут происходит такой эффект рыбилоглаза и объекты которые ближе они кажется больше поэтому находить хотя бы метра на полтора когда хорошо значит дальше девушка она не по центру просто как-то так и обидели это какая-то вниз сползла и она у нее вся фигура и голова очень маленькая и они пишут что голова слишком маленькая а этой обрезанная голова до голова значит лицо должно быть полностью девушки на азиатской внешности тут еще указано что используйте бесплатные фото кропинг-тул правильно корректировать размер папара тоже к этому прием да хорошо у них есть инструмент для это неполное лицо разрешение размеры всякие так далее пошли смотреть тут какое-то время нужно на подгружение так вот женщина значит она вроде хорошо гать резкость хорошая никаких пикселов зерна нет так так мы скажем вот здесь вот эта дама она в сережках сергей эти снять на момент фотографии они просто может быть и старая фотография давно висит но они имели в виду не не сережки конкретно хорошо что вы заметили вот но в данном случае они говорят что нету зернистости резко заросли нет да да девушка уже знакомая нам платочки ой она не резкая она не фокусе фото расплывчатая дословно хорошо там девочка с тенью да какая-то ой нет она не резко у него зернистая фотография грей грейн это зерно зернистым я должна как фотошопе получить этот эффект поэтому это скорее всего пытались вытянуть но бывает когда фотографируешь человека то некоторые темные участки кажутся абсолютно черными и есть там эффект один такой который полком пытается высветлить темные участки сделать их более видимыми и читаем ребёночек так что с мальчиком тут у нас веселый малыш на пист тоже написано что это или это не про него нет вот видно болта мотал головой тоже фото расплывчатая нечетко да вот здесь получается ребенка сфотографировали скорее всего в автокресле и правило говорится при фотографировании детей что можно использовать положить ребенка да на белую простыню или посадить его в автокресло но на фон тоже накинуть белую простыню и вот здесь во-первых и простыня не белая данных как явно снимать и на которых они на ходу фонографировали ну и открытый рот тоже ни к чему на самом деле делать и вот мы когда нашего ребенка графе или на фотографии 40 разделали пока нашли подходящий у нас тут человек про которого написано что размер неправильный давайте посмотрим посмотрим 2 на 2 дюйма и значит ну вообще да что-то произошло такое то есть может быть он действительно такой луналикий в жизни растянут по горизонтали а вот они пишут что у него был 11 38 на 177 дюйма они они два на два поэтому его он так разбратила там дано да это было заметно то есть они не сделали они не сделали 600 пиксел так digital alteration модификация и ретуширование так значит что сделали с человеком ну кроме очков значит они сказали вот что они говорят что не просто изменили бэкграунд но смысле фон но и в процессе дела где этого изменили линию головы лица и шеи то есть они очень хорошо видно у него на голове сверху что линия такая покоцанная вот очень хорошо и ухо по уж уж и покоцаны за не очень грубо это сделали хорошо ладно идем дальше так индийская девушка у нее все хорошо потом опять тот же мужик но теперь у него что ой его вытянуло сверху вниз на больше соотношения сторон не было выдержано когда делали когда трансформируешь фотографию например фотошопе то там необходимо при изменении размера масштаба до зажимать клавишу shift тогда фотография будет меняться пропорционально а если вы не знаете этого и пытаетесь просто дверь ползунок то вы вполне можете сделать такую фотографию денисов нет соотношения сторон друг другу хорошо идем дальше там женщина у нее много проблем она и бочком сидит и глаза красные а вот тут написано дары да и дакро эффект красных глаз и это то что можно было бы это написано витеб скобочка внизу написано это единственный единственное единственное ретуширование которое разрешается для паспортных фотографий но это написано не в инструкции обратите внимание гринкарту тэй а это написано в инструкции для визовых дел то есть вот в той говорят вообще ничего не трогать а здесь вот они говорят что это единственное что разрешается ну хорошо потому что механизм убирания красный глаз но на примере фотошопа да там делается все буквально два глаза два клика там есть инструмент и вы никогда не знаете даже что глаза были красные поэтому ладно так что тут с этим поза и выражение лица выражение лица мне его нравится значит он смотрит на камеру с нейтральным выражением лица глазачьи так ясные все но совершенно замечательный мужик так вот этот он немножко наклонился у него блики на лбу и голова он не только вперед наклонился он даже немножко влево у него голова так пошла на так ой это с веселая очень девушка с ней хорошо дружить но на фотографию так не положено а этот такой зазнавшийся вот он голову задрал ведь вот вам моя шея но это совсем не годится конечно так теперь вот эта девушка она веселая очень развеселилась но они говорят так что это ее естественная улыбка они к ней не в претензии они говорят что она все время так ходит то есть у нее ну да если та девушка на такая в восторге то это просто улыбается то есть просто улыбаться можно так чуть-чуть я тоже подумал что-то чересчур голова наклонена отлично потом там чего буквам повернулся парень так да и плечи тоже они говорят что не так есть есть одна группа виз которых необходимо принимать такую позу а полоборота на когда фотографируешься но просто для того чтобы люди которые уже недавно фотографировали да на эту визу которая им нужна была в такой позе чтобы они не использовали на фотографии для лотереи чтобы они использовали ногу потому что можно и так фотографировать знакомая нам женщина ой теперь у нее голова целиком присутствует но глазки закрыты да нам хорошо ох тут много значит и так это же у нас у нее все хорошо значит мы смотрим на одежду головные уборы и волосы у нее лицо полностью присутствует теней нету и одежда не закрывает лицо хорошо следующую берем это она же видимо но когда на себя платочек не плотненько так повязала на лоб на нее наехал вот и получается тень на лице и не только тень но и закрывает часть лица да вот то что я сказал там написано и опять же желательно чтобы была линия видна роста волос вначале на лбу да да значит неприемлемо говорит значит объект закрыл часть своего лица вот данном случае соской или там пустышка что у него там сколько я читал истории как бы люди пишут что когда проходили интервью фотографиям детей стараться как бы не так придираться но вот такие откровенные нарушения правил они даже если бы хотели они не могли бы пропустить такую фото поэтому есть вопросы в которых можно отойти шаг право шаг лево но таких не лучше не отходить так идем дальше девочка у нас так или ты тетенька там тетенька у нее шарфик закрывает часть лица но она может быть она всегда так ходит но даже если она всегда ходит шарфах есть люди которые любят тем не менее лицо закрывать нельзя проблем с шарфом нет в той мере в какой лицо не закрыто так а этот в кепке сейчас пришел такой может правильные вот на тебе да и вот еще там девочка у нее пол лица закрыта челкой мы видим девчонка симпатичная вот казалось бы могла бы консулу понравится но и улыбка хорошего нее глазки хорошие все хорошие пол лица закрыта отлично так мы поняли идем дальше так это же мы смотрим фона стран случае внимание на фон у нее с фоном все замечательно такой чистенький беленький все хорошо и вот глядя на эту фотографию я предположил что скорее всего на этой фотографии фон убирался потому что если вы видите справа внизу у нее волосы немного растушеваны и на фоне этих волос фон не белый то есть хотя он там теоретически должен был быть тоже белым и прозрачным и немного виден синий оттенок который остался скорее всего после лица фона в данном случае мы смотрим именно на фон то есть им не удается сделать дать идеальную фотку она должна быть идеальным просто в том в том измерении о котором речь идет характеристики теперь знакомые все парни нам пошли значит у него не значит говорят фон не является простым ну да там неоднородный какой-то кирпичи какие-то у нее то есть эти какие-то балки или кирпичи они покрашены белым цветом но они неоднородные видна текстура хорошо голубизна значит это не является не белым не не типа белым я откровенно голубой оттенок вот как вы сенькой там говорили покрасил теперь девушка хорош интеллигентная давайте мы сейчас ее попробуем сделаем ее она просто у окна снялась и так тоже нельзя то есть там у него картина целая за спиной в этой все нормально у него одна очень однородная все и мальчик тут что он тут делает мальчик уйти ласточка у мамки на руках она значит а я понял мама служит фоном для ребенка вот что получилось и мама как фон она абсолютно неоднородная то есть там и шея и майка и рука и в общем все это такое да я должна быть посторонних людей объектов рукой она тоже не должна ребенка вот так держать она во первых закрыл половину лица но не половину существенно но тоже неправильно даже если бы она не закрывала лицо даже одного пальчика мамы не должно быть видно на фотографии никого кроме ребенка на фото не должно быть и пальцев мамы не локтя папы ребенок так идем на детей сейчас у нас пошли дети и ойти ласточка значит этот хорош вот они его положили на простынку правда это глазка а никто может быть они как какой-то погремушкой там гремят он на нее так смотрит видно то он не в камеру смотрят и так вот и отлично снялся даже у него головка немножко повернулась но все равно совершенно нормально там все хорошо теперь вот девушка у нас что с девушкой не задержано фотография недодержано слишком большая видите разница между правым и правым плечом правом и левое плечо слилось с фоном практически хорошо уйти мальчик любую он смотрит освещение хорошее смотрит вперед глазки открыты вниз от нейтральное выражение я бы совершенно не довольно грустно но не важно следующий мальчик и вот сейчас секундочку вот здесь говорится на что это правильное освещение то есть такая тень небольшая котором она размыта она не контрастно она нормально хорошо следующий мальчик повернул голову в бок и тут написано что он не смотрит на фронт с ней с нейтральным выражением у него выражение такое видимо достаточно жизнерадостная да и он не смотрит на камеру девочка ну давайте много деток у них на девочка фотография ясная ребенок смотрит вперед на камеру ну нормально выпить нормально да ну я бы советовала вот такие прически просто заколкой сзади на время фотографии заколоть чтобы не было видно вот этих волос я ну я так что хорошо хорошо с другой стороны распушенные волосы показывает что там никто не модифицировал так что с девочкой нет но язык так нельзя конечно конечно там все все идеально с точки зрения фона но язык так еще мальчик которую мы уже видели они поменяли одежонку вот и что он там это он сидит мне кажется в автокресле на которое было на кидах сидит в автокресле и даже то что там тени немножко никакая неоднородность есть потому что здесь подразумевается что ребенка трудно удержать на одном месте и приходится его фиксировать ремнями в так девочка закрыла ручками рот и в этом смысле конечно нарушение происходит скрыта часть лица поршина фейс так это не не четко да не резкая и этот что у него это соска у него подойдите все таки мы должны были бы быть в разделе а это дети в целом дети я понял просто дети и там еще внизу и он не белый лицо искажено и закрыто лицо то есть речь идет не об одежде не о позе а вот просто дети в целом на самом деле они повторили то что мы уже видели раньше хорошо что-то еще мы хотим сказать да по поводу того как обрабатывать свою фотографию до которой у вас готова чтобы не обращаться в общем фотоателье то у них всех есть такая услуга просто скинуть фото на вашу флешку на карту памяти без редактирования без ничего например очень многие жалуются девичек из 10 пишут в пяти местах был на флешку скидывают и все равно обеляют отбеляют фон да поэтому необходимо сразу это уточнять 10 раз напоминать человеку но многие опять же силу привычки просто берут мгновенно клац-клац все обработал поэтому на примере у нашего города могу сказать что фотография уже готова до на виду green card она может стоить там 70 120 гривен а если вы хотите чтобы вас просто сфотографировали и оригинальный файл скинули на флешку это стоит 15 гривен то есть если вам там четыре человека то вот вы вы можете и папир формально сумму сэкономить во-вторых вы сами будете контролировать этот процесс потому что многие люди ходят по разным ателье и везде разные фотографии получают подготовлены поэтому советую подходить если вы сами же решили заняться этим вопросом через фототул который мы сейчас покажем вот он находится на этой же странице вот здесь справа если у вас есть уже ваши фото тогда подготовьте его размер используя фототул и вот получается каким браузером еще вопрос пользоваться потому что есть например вот я заходим через chrome и нажимаем эту страничку фототул то он мне предлагает сохранить вот этот сам фототул в виде файла на компьютер поэтому я советую открывать эту страничку ведь он предлагает документ сохранить этот документ можно как бы и открыть и через медиаплеер и тоже обрабатывать но кто этим будет заниматься поэтому я советую эту страничку открывать в интернет explorer обычно в браузере стандарта интернет-эксплорер мама родная говорят mozilla firefox спокойно открываю меня на разный компьютер попробую не получатся переходите на эту же странице как версия вас это последняя по моему 10 11 переходите на нажимайте фототул и здесь уже открывается страничка как она должна быть выглядеть на этой страничке как вы видите есть два овала наружный и внутренний и ваш голова человека она должна располагаться не выше и не ниже например верхних овалов и подбородок должен располагаться между тоже этими овалами то есть она должна размещена быть в этих линиях ну что же это наглядно я считаю наглядно разницу из три кнопки пока у нас активно только одна это чувств фото выберите фото давайте выберем до нажав ее вы находите у себя на рабочем стреле где вы сохранили ваши фотографии давайте девочку из талахаси если вы ее просто будете двигать она будет большого размера потому что люди мне писали многие не получилось да что они открывают фотографию но она слишком большая там одна голова и вот они не замечают ниже вот этот ползунок она уместилась но видите в чем слишком маленький зазор сверху если мы сейчас попробуем сохранить фотографии то она нам напишет что фотография не заполняет полностью просвет на просвет поэтому если а если вы подбираете выше то уже вылазят ну чуть-чуть вот так чуть-чуть ну хорошо вы не знаете я не знаю насколько чуть-чуть можно лучше такую фотографию или переделать перефотографировать или например если вы фотошопе играли фон то просто как бы дорисовать белую линию но опять же лучше всего владежнее всего просто не отрабатывая фотографию и перефотографироваться ну допустим как бы мы ее подвинули чтобы можно было просто графировать и у нас то это активно кнопка пробку обрезать все равно пишет мы думали что вы сейчас волосы обрежем а ничего не обрезалась да но все равно если вдруг фотографии для анкета green card обрабатывает какая-то машина что скорее всего я думаю происходит то вполне вероятно я думаю что так как волосы вышли у нас за требуемую высоту границы скорее всего эта фотография будет отбрахована потому что какой тут на 2-3 миллиметра мы вылезли за линию поэтому просто чтобы не рисковать потому что мы точно не знаем да да лучше перефотографироваться чтобы эта голова была чуть ниже это эта фотография она уже полностью готова она если фотошопе вы вручную должны были выставлять все значения размере пикселей точек на дюйм ужимать до необходимого качества здесь фотография уже видите вверху написано 600 на 600 пикселей и формате gp вам вам остается нажать правой кнопкой мышки на этой фотографии а нет вот есть кнопка сейф фото до 3 стал активно вы нажимаете и он предлагает куда сохранить друзья кто хочет с девушкой познакомиться вы тогда пишите сразу госдепу нам нам не надо вы интернета взял честно я шучу все вот и есть еще фотография у нас другого парня где его площадь занимает значительно меньше места вот если вы хотите заново сделать фотографии вы никуда не выходите вы можете просто заново чусь фото фототул он не воспринимает форматы кроме gpg и gpg и gpg и gpg и gpg и gpg gpg там 4 формата он берет ведь как то есть сделать вы можете в разных ой мама родная такой такой маленький получил бабу для примера вот сохранил и теперь можете его туда уже перекинуть сейчас выбираем час фото находим парня вообще идеально просто улегся да и ну я думаю это не сам фототул выставляет это просто повезло так фотография могла быть как такую так и так чтобы подбородок не был между двумя овалами и волосы выступали за наружный овал очень хорошо фото и допустим 600 194 килобайта gpg я не знаю какими алгоритмами его нажимать фотографии дан пошла 1 например было 90 чем-то это 194 но в любом случае эта фотография она уже годится подготовить ее в этом фототуле вы знаете что вы можете просто смело ее потом загружать на форму неплохо я считаю очень неплохо все получил по поводу фото детей например вот опять же вот эта картинка она говорит нам с инструкции какого размера должна быть гала и уровень линии глаз но у детей совершенно другие пропорции лица у них лоб значительно выше чем у взрослого человека да поэтому если например мы возьмем ребенка и заводим его фотографию в какой-нибудь программу которая проверяет да фотографию на наличие на соответствие и вы укажете линию глаз ребенка где-то здесь дата фотография выдаст он ошибку программа это выдаст вам ошибку поэтому а фототуле она не проверяет и фотографии поэтому вы сами знаете где у ребенка глаза не Вы сами знаете, что это вы фотографируете у ребенка, потому что программы, которые проверяют фотографию, можно сказать, что это ошибка. Неправильное положение план. Давайте сейчас обработаем как раз и ребенка. Почти, да, вот может быть так. Готово. То есть он без лица так и получился? Ну да, как пример. Хорошо. Поэтому, опять же, повторюсь, когда вам скидывают фотографии в ателье, вы их очень просите не редактировать тень и ничего не делать. Потому что многие не обращают на это внимание. Еще один такой. Говорите, за фото не плачу, плачу только за файл 15 гривен. Да, да, да. Вот, например, как я показывал, как в фотошопе происходит детектирование фотографии. Берут эту картинку, справил, делают ее полупрозрачной и уже на ее фоне подгоняют лицо человека. Как бы вот так это происходит. Потом по поводу того, что люди переживают, что фотографии, которые они обрабатывали в фотошопе, отправляя в анкету, они могут быть автоматически проверены программой какой-то и отбракованы. Именно потому, что они обрабатываны в какой-нибудь программе, типа фотошопа. Я могу вас попросить сделать правый клик на фотографию и пойти в Properties? Да, вот, вводка есть. Пойти, да, подробно. И там будет написано, было ли, вот написано Adobe Photoshop, видите? Да, написано, программа, которой была редактирована фотография. И вот многие люди этого боятся, хотя, например, даже в правилах, мы только что выяснили, что убирать красные глаза можно. А чем это делаешь, кроме какой-нибудь программы? Ну, видите, ссылочка внизу написана, удаление свойств и личной информации. То есть можно удалить так, чтобы не было. Вот не всегда это получается. Вот не всегда вот эти поля, они доступны для удаления. Но, опять же, второй вариант, если вы все-таки удаляли или обрабатывали фотографию через фотошоп, то я советую потом просто прогнать через этот же фототул ваше фото. Потому что вот если мы возьмем фотографию, которая только что была нами обработана, да, через фототул, то у нее в этих полях пусто. Но она не сохраняет в себе уже эту информацию. Да. Поэтому, если вы даже подготавливаете фотографию в фотошопе, вы ее прогоняете через фототул в итоге. И она не хранит в себе информации о программе, которая была редактором. Что-то там ее самобезличит. Да, да, да. И хотя есть дополнительные программы, которые чистят вот эти поля. Но смысла нет. Я думаю, открыть ссылку, заводить фото. Секунда дела. Потом, что еще? В принципе, даже, наверное, это все, что хотел сказать. Может быть, у вас не что добавить. Ну, я что хочу сказать. Значит, пусть пишут вопросы, да, у кого есть. Я вас попрошу тоже поучаствовать там в ответах. Насчет имейла. Может быть, вы возьмете там ноутпэд какой-нибудь, откроете, и напишите там свой имейл для тех, кто вдруг захочет. Если вы так хотите и в этом году, чтобы вам по 150 имейлов присылали. Да, не вопрос, конечно, вы можете указать. Я дам почту, вы ее укажите в описании под видео. Но я прошу людей не отправлять мне фотографии на проверку. Потому что очень много фотографий, они пройдены уже через вот этот фототул, и они готовы. Но там приходишь, у тебя 100 писем, в каждом по 5 фотографий, а вот проверьте, вот проверьте. Или, ну не просто вообще, просто сделайте за меня, а у меня не получается. Ну да. Да, ну что может не получиться? Открываешь интернет-экспорт, открываешь ссылку под вашим видео, да, мы прикрепим эту ссылку на фототополь. Вы знаете, что, я замечаю, что многие люди задают вопрос не потому, что они не знают ответ, а потому что они хотят лишний раз получить подтверждение, что у них правильный ответ. Вот они могут, еще троих человек спросить, и пятерых, вот всех, кто ответит, они будут спрашивать. Так что... Ну, как бы, я бы все бы просил бы, если бы у людей какой-то, может быть, более сложный случай, или что-нибудь такое, но не абсолютно каждую фотографию, да, мне присылать на проверку. А так, в принципе, ну... Хорошо, ладненько, значит, тогда вы меня в скайпе сбросите, а я туда вставлю. И, ну что же, друзья, мы с вами прощаемся. То есть я потерял тут контроль, сколько времени мы в эфире, но, в общем-то, давайте мы попрощаемся, и до скорых встреч. Тимофею спасибо большое за время и за те подвиги, которые он еще совершит в будущем. Так что, все, ребят, счастливо всем. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok